И пусть в роддом Василий приходит уже не в первый раз, эмоции по-прежнему зашкаливают. Но сегодня за жену и малыша не переживает. Уверен, сын родился под счастливой звездой. 7 декабря, в день святой великомученицы Екатерины. Всего в столице Урала в день небесной покровительницы города на свет появился 91 малыш. Каждого на выписке ждут не только родные, но и приятные сюрпризы. Даня, подарок вам в честь рождения вашего ребенка, в особенный день, в день небесной покровительницы города. Поздравляю вас от всей души и здоровья вам. С днем рождения малышей их родители поздравляет фонд Святой Екатерины. Я уверена, что дети, которые родились 7 декабря, они будут под покровом Святой Екатерины, под ее защитой. И, конечно, это отразится на их жизни. Она всегда все устраивает, как необходимо. Поэтому я думаю, что у этих детей в жизни все сложится. За красивой оберткой полезный подарок – развивающий коврик. Именно те игровые элементы, которые способствуют развитию мышления, навыков определенных малыша первого года жизни. Благотворители доставили подарки в семь городских больниц. Доброй традиции уже год. В 2019-м 56 семей получили наборы посуды. Детской областной больнице фонд Святой Екатерины помогает со дня основания. За это время в медучреждении появилось хирургическое оборудование, многофункциональные кровати для пациентов и ИВЛ-аппарат. У нас каждый день проходят роды, более 20 родов ежедневно. Мы очень рады, что у нас такое событие происходит, когда фонд Святой Екатерины от имени фонда поздравляют наших пациенток выписанных. Медучреждением области фонд Святой Екатерины помогает с 2017 года. В 2020-м помощь многократно увеличилась из-за пандемии коронавируса. За 10 месяцев этого года на поддержку больницы медиков Свердловской области выделено 1 миллиард 400 миллионов рублей.